привет любителям игры асфальт 9 и сегодня наконец-то наступил день когда я смело могу сказать что я открываю свой первый автомобиль за заработанную валюту из клэша и причем это не просто какой-то рядовой обычный автомобиль а один из самых топовых автомобилей вообще во всей игре и естественно один из лучших которые можно в принципе получить в магазине клэша это кёнигсик агера rs это был достаточно долгий путь но наконец-то я его преодолел и смогу сегодня этот автомобиль заполучить но это видео будет можно так сказать скорее распаковкой тачки нежели его обзором потому что я буду просто машинку открывать и впервые с ней знакомиться проверю свои первые катки но это будет только на 1 звездочной прокачки ну что народ как вы видите что в этот раз стоишь у нас не прокатила мы проиграли но тем не менее какую-то валюту я все равно здесь могу забрать давайте ее получим 750 класс жетонов и 2000 клэш монет обычные паки мне уже не особо интересны но тем не менее этой валюты мне должно хватит для того чтобы я открыл автомобиль ну и сразу же давать я перейду в клэш магазин и посмотрим что у меня там с чертежами ну вот автомобиль уже выбран и как вы видите на данный момент мне не хватает всего четыре чертежа до открытия кёнигсик агера rs это будет мой новый автомобиль с класса ну что ж 2012 у меня монеток и семьсот восемьдесят семь жетонов клэша ну давайте уже давайте покупать последние чертежи и открывать наконец-то кёнигсик агера rs и так здесь я куплю два чертежа и вот здесь вот я тоже куплю два чертежа еще раз и вот она тачка наконец-то ее можно открыть что я сейчас и сделаю к кёнигсик агера rs добавляется в мой гараж как же она классно сочно выглядит и я уже хочу с нетерпением переместиться в свой гараж и рассмотреть эту тачку более внимательно заходим с класс как она здесь должна находиться практически в самом конце класса да вот она эта тачка она здесь находится есть у меня даже шальные карты можно на две звезды потихоньку качать но пока что я оставлю так ну и вот как автомобиль круто выглядит ну мне тачка прям со всех сторон нравится визуально очень классный внешний вид напишите в комментариях как вам по визуалу в кёнигсик агера rs давайте посмотрим что у нее там есть по раскраскам может быть какие-то другие есть цвета вот тут ну такое я не знаю как то не особо как по мне это дело сочетается и вот такой тоже черный цвет с такими желтыми вставочками но я наверное оставлю стандартный цвет он мне нравится больше всего но автомобиль надо прокачать до одножелудочной прокачки ну вот финальный ранг получился на данный момент 3892 и сейчас я пойду в сетевую игру выскажу свой первый взгляд на эту тачку ну вот по характеристикам как мы сразу можем видеть что автомобиль обладает очень хорошей максимальной скоростью в принципе таким довольно слабоватым ускорением управляемость тут тоже неплохой показатель будет в итоге и нитра тут довольно среднее ну давайте же освежим в памяти еще и золотые характеристики этой тачки чтобы уже и на них посмотреть и так ранг золото и золоте кёнигсика гера rs будет составлять 4940 очень высокий ранг ну буквально чуть-чуть не дотягивает до 5000 максималка будет 484,8 км в час за 500 будет с учетом нитра естественно ну вот ускорение ниже 80 как мы видим и это уже не очень хорошо управляемость 60 но конечно очень важно то насколько хорошим будет дрифт ну именно флоте дрифт конечно я имею ввиду и нитра 58,86 ну такое оно немножко ниже среднего ну и заодно давайте я сравню эти характеристики еще есть кёнигсик еска потому что тачки очень близки по своей сути и вот как мы видим что у еска максималка будет повыше ускорение немножко повыше ну вот управляемость тут по цифрам меньше но опять же очень много зависит от флоте дрифта будет он ощущаться сильно или не очень ну и по нитро оттачки по сути одинаковые итак давайте перемещаться в сетевую игру я выскажу свое первое мнение расскажу как долго же я шел к этому открытию и что я буду делать дальше со своей клеш валютой потому что здесь будут варианты сейчас идет классический сезон только на двух трассах это шанхай и осака я тут конкретно слился по рейтингу в робкой надежде что хотя бы в этих топах я хоть что-то смогу сделать на 1 звездочном автомобиле ну посмотрим что из этого выйдет ну что выбираем тачку и погнали да кстати народ в этом видео я открою не одну машину а сразу две так что досмотрите видос до конца чтобы узнать какую именно еще тачку я открою сегодня ну наверное уже многие догадались какую именно но тем не менее ну а у нас сейчас сейчас в игре идет сезон лунного нового года и довольно много игроков отмечают то что это довольно таки скучный сезон особо ничего в нем не происходит ну реально как по мне так оно и есть особо никаких интересных активностей нет вот именно поэтому у меня сейчас такое немножко затишье было на канале ну посмотрим что будет дальше ну вот у нас хотя бы запустили вторую сеть интересную и вот по второй сетке я думаю стримак все таки проведу ну и может быть как кто-то заметил по моим заправкам то этот сезон я решил играть без пропуска ну потому что считаю что такой пропуск который они выкатили с такими наградами да на такую длительность сезона за такую цену я считаю это слишком дорого поэтому особо привлекательного для меня там тем более ничего нет тачку поставили в пропуск вообще старье какое то ну единственное что там интересно неплохое количество жетонов но как-то меня это не особо мотивировало ух ты под конец видите я даже одного чувака занукал тут хоть бы не разбиться но вот эту катку видите я закончил на четвертом позиции в середине пилотона ну тут конечно классический сезон труднее на этой тачке выживать нежели если бы это был призрачный сезон или призрачный слип так ну что смотрим какая будет вторая катка но на протяжении первой гонки я как-то пытался все обращать внимание на то какой дрифт у этого автомобиля меня больше всего интересовало по поводу флоте но пока что как-то особого флоте я не ощущаю дрифт довольно широковатый когда довольно дубоватый по первым ощущениям у ну в этой комнате прям просто какой-то засилие ванд но тем не менее это же шанхай фундун это прямая трасса на которой я за счет своей максималки в принципе в теории могу иметь какие-то шансы но главная задача это всех объехать потому что как видите по ускорению ванды просто рвут и мечет не дают никаких шансов и мне сейчас надо будет пытаться как-то между ними протискиваться чтобы вырваться на первую позицию а вот видите сразу я в строю блин и капитально теряю скорость ну пока что раскручиваюсь потихонечку одного там сбил по ходу движения и вот давайте я буду всех расталкивать потому что мне вот надо надо проехать надо хотя бы одну гонку в этом видео выиграть ну или хотя бы там в топ-3 приехать уже будет неплохо чуваки не знают про левый путь на этой трассе вот было бы удобнее если бы не туда поехали мне было бы посвободней но я уже в тройке и вот есть возможность обогнать эту ванду ну блин это что-то щимишься иди нафиг с дороги ооо еще и пытается меня за нока чувак я и так тут еле разгоняюсь да ну капец просто жестко затолкали и вообще блин практически все обогнали ну дрифт вообще вот я столько флоте сделал в этой гонке и практически каждый флоте он какой-то широковато слишком получился и вот видите из-за того что мне затолкали я вот только на пятой позиции финишировал ну вот как-то так не получилось прорваться ну а кроме ближайшего стрима у меня на канале по второй сетке есть еще у меня в планах я говорил как-то ранее про это сделать видос о подборке лайфхаков в игре асфальт 9 для новичков и этот видос у меня уже в процессе ну в процессе производства если можно так сказать готов он где-то ну так скажем на две трети поэтому народ если вы знаете каких-то новичков которые могут каналу присоединиться подписаться то расскажите им про мой канал но это видос из разряда таких которые за один день не делаются там надо и и сценарии написать и озвучить его и видеоуряд под это все сделать а тут надо именно выгадывать некоторые моменты чтобы их записать поэтому это довольно долго происходит но надеюсь моим планом к концу января хотя бы это видео выложить поэтому если знать каких-то новичков скажите им чтоб приходили и подписывались на канал но у меня третья попытка сделать что-то на этом автомобиле моем новом конексика гиро rs снова шанхай это неплохо так маквара спидтейл увидите маквара спидтейл я даже в дрифте тут смог на этой змейке обогнать тройки сейчас насколько вижу батиста там спереди едет вот видите кручу кручу эти флоте скорость как более-менее держится особо не спрасывается но вот именно дрифт слишком широковат и нет вот этой вот плавности крутой всей и поэтому вот опять вот как-то не сносит видите вот противоположному бортику поэтому ну пока что особо этого не ощущается но что будет по мере прокачки это будем посмотреть ну вот я в топ-3 финишировал хотя бы в этом видосе в принципе неплохо тут я поборолся тут были достаточно интересные соперники вот спидтейл шарон гемеру обогнал так что в принципе окей так что народ открыл я наконец-то свой первый автомобиль из клэша в игре ну теперь давайте скажу по срокам сколько же это времени заняло на 85 чертежей и вот эта тачка магазине клэша появилась у нас в обновлении вокруг света и начал я ее качать в начале октября прошлого года и соответственно чтобы 85 чертежей получить на геру у меня ушло на это ну получается сколько три с половиной месяца вот именно такой период времени мне понадобился чтобы забрать кёнигсик агера rs но до того как эта тачка появилась я клэш валюту только копил ни на что ее не тратил а когда агеру добавили то я вот начал на нее сливать свои запасы клэш валюты и вот если сказать о том как я это все дело тратил то вот здесь вот в магазине я покупал 3 чертежа за монеты клэша и 3 чертежа за жетоны клэша больше я не покупал потому что с каждым чертежом все дороже и дороже цена и поэтому это может быть не очень выгодно поэтому я покупал 6 чертежей за раз ну и вот если говорить сколько же времени понадобится для того чтобы эту тачку прокачать на все 6 звезд а это уже практически треть автомобиля я собрал 85 чертежей из 300 но если так округлить примерно до прикинуть что на 100 чертежей уходит четыре месяца до где-то так то получается 300 чертежей в таком случае собираются за год и мне остается где-то ну 8 9 месяцев еще потратить чтобы на все 6 звезд прокачать автомобиль ну это знаете не так уж и печально я думал все будет намного дольше но здесь возникает одно такое но потому что у меня тут получается перепуть и есть два пути по которым я могу продолжать слив своей клэш валюты ну первый путь это продолжать качать агера rs но я вот сейчас размышляю над тем чтобы пока что с агерой остановиться и перейти к этому автомобилю и уже тратить свою валюту на него и именно только открыв эту тачку просто открыв для коллекции возвращаться снова агере и уже прокачивать ее независимости от того какие еще тачки будут добавлены в этот клэш магазин уже чисто конкретно добивать потом агеру ну на этот счет я пока еще думаю точно не решил как дальше идти вот коментах можете написать как бы вы поступили на моем месте мы последнее что я в этом видео хотел показать это то о чем я говорил это открытие еще одного автомобиля в этом видео и наверное многие догадались что я буду открывать автомобиль с гран-при но так вот я под конец такой бонус решил добавить в этот видос и не буду тут тянуть кота за одно место сразу покажу что проблем у меня в этом гран-при не возникла я попал в третий уровень призов и в принципе спокойно все раунды затащил особо соперников у меня не было поэтому могу открывать еще и ars s1 ключ я забираю и тачку добавляю себе очередную ну и вот собственно общее количество автомобилей сейчас на моем аккаунте как видите это 178 но вот народ пишите в комментариях как у вас сейчас идут дела с покупкой чертежей на агера rs или может быть вы вообще на какую-то другую тачку вливаетесь какие у вас приоритеты плане траты клэш валюты но я благодарю всех тех кто досмотрел это видео до конца надеюсь оно вам понравилось подписывайтесь если еще не подписаны также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании всем буду благодарен удачи вам на трассах асфальта всем пока так и Субтитры подогнал «Симон»